Салам алейкум. Зовут меня Василий Амилей Щербаков. В Баку родился в 1972 году, в апреле месяце. Школу уже здесь окончил, служил тоже здесь. И вот, по воле Аллаха, это три года назад я принял ислам. А родители тоже здесь родились? Нет, мама у меня родилась на Украине, украинка по национальности. А отец здесь родился. А Вы до этого были просекирующими себя православным? Нет, нет, я христианином никогда не был, я не был хрещен. У меня бабушка была верующая, она исповедовала молоканскую религию, если можно так назвать, она молоканка была. А так я нет, верил, конечно, в Бога, как бывает, сам Библию прочитал, там Тору, что-то, поскольку, вот, ну, даже в Агавад-Гитту тоже читал, один момент был. Да, продавали, ай, раздавали, агавад-Гитту бесплатно. Познакомился с хорошими братьями. Вы женаты, да, я? Был женат, так скажем. Да, Вы развелись? Да, официально еще не развелся, но живем отдельно. Да, я пришел к маме, живу сейчас у мамы, так скажем. А в моем причине, в чем причина Вашего развода заключается? Наверное, несовмещение, или, как правильно сказать, с характером, вот так. А она не была в исламе? Нет, в исламе она не была, нет. Может быть, в этом и кровь это причина? Честно говоря, не знаю, не думаю. Ну, может быть, в этом. Вообще, может быть, в этом. Если, допустим, она была мусульманка, то может быть. Но это все так получилось. То есть, мой уход, развод и ислам, они как-то... У меня получилось, что я все-таки, наверное, раньше ушел. А ислам, скорее всего, наверное, принял. Ну, как-то это вместе было, наверное. Если они, дай бог, память. Скорее всего, я, наверное, ушел раньше. Или был такой этап, да, я не сразу уходил, потому что у меня двое детей как-то... Перед афериками я стамерным, потому что, ну, чтобы, может быть, у детей травмы не было, как-то тихо-тихо, а потом уже, да, уже... Сколько им детей? Дети у меня две дочки, старшие, 22 года, 6 или 17. Видите? Да, слава богу. Видимся, слышимся. Близко живете? Да, рядом, недалеко. А дети как вообще воспринимали ваш приход в ислам, ваши родственники, домашние? Понял. Нормально, все хорошо, все нормально. Ну, некоторые, так скажем, знакомые, не друзья, просто знакомые. Были моменты, немножко как бы подшучивали, такое было. Да, ну, у меня были такие к ним оборотки хорошие, так что я над ними еще больше подшучил. Как хорошо, что вам повезло с родственниками. Они не осуждали вас, вы критиковали. Нет, так получилось, что у меня с моей стороны родственниками я не общаюсь. Я, наверное, больше общаюсь с родственниками жены. И сейчас? Да, и сейчас. У меня хорошие отношения с ними нет. Жены, вы разговариваете, но вы общаетесь с ее родственниками? Да, и у нас прекрасные, хорошие отношения. Да, интересно получается. Прекрасные, нормальные. Ну, жизнь, они очень хорошие люди, очень хорошие люди. И из-за того, что у меня не сложилась моя личная жизнь, они-то не виноваты. С хорошими людьми надо общаться. А сколько лет вы прожили вместе? Лет 20. Да. А может быть еще помиритесь? Аллах валим. А недавно вам сделали обрезание? Было такое. Вам сейчас сколько лет? 50. 50. Обрезание вам делали. Но это, вы знаете, да, не обязательно делать обрезание? Я не знал. Вы подумали, что обрезаться именно поэтому? Я мало того подумал. Я вот до этого говорил, что некоторые такие знакомые, даже не друзья, просто знакомые, но хорошие, будут такие, типа полушутками-шутками, хотя сами о них, хоть у них и сюнат есть, сами они очень далеки от религии. А, да. Я на что им отвечал еще неизвестно, кто мусульман, больше я или ты. Но сейчас есть такая категория людей, которые думают, что обрезание – это главное, а остальное – это все. Это потому что у них нет Илма, они не изучают Ислам, нет знаний соответствующих. А вы изучаете религию Ислам? Я… Есть ли это возможность? Возможности есть. Я, к сожалению, за то, что зрение посадил, я много читал, бывало так, при плохом этом читал, зрение посадил, и сейчас мне тяжело читать. Очки я не ношу, в очках немножко. А так, друзья, братья, сейчас интернет есть, слушаю. Читать бы, конечно, хотелось бы, но из-за того, что глаза подсели, да, читать немножко тяжело. А чем вы занимаетесь вообще-то? Ремонтами. Чем? Вы имеете по профессии? Да, зачем? Ремонт зарабатываете? Ремонт зарабатываю, ремонтами, квартиру строим, ну, строим, как ремонт делаем с ребятами. В смысле, всегда этим занимались или только… Да, сейчас я вам скажу, как после армии пришел. А где вы служили, кстати? Я служил, где машин базаре, в 8-й год. Это в советское время было? Да, в советское время. Машин базаре, это в Баку? Да. Там была оперативная бригада, мы служили, я служил в оперативной бригаде. Что за оперативная бригада? Оперативная бригада внутренних войск, это вот… Ну, тогда мы зэков не охраняли, внутренне войска. Разгон демонстрации, вот Карабах, вот это все вот так вот. Потому что я когда… у меня немножко жизнь такая была, другая. Я когда узнал, что попал в ВВ, я убежал внутренне войска, я убежал. Не убежал, просто нагло ушел, так сказать. Из части очень. Да, нагло мы убежали. Ну, как это так, советское время к тому же… Да, наглым образом, потом офицер ко мне домой приехал, я сказал, что я во внутренних войсках служить не буду. И он у меня объяснил, что ты на вышке стоять не будешь, у нас не эти, не конвойные войска, у нас оперативная бригада, надо защищать родину, там, пятая, десятая, там, разгон демонстрации, все, все. Ну, раз вот… Это лучше, в каком смысле? Это на тот момент для меня было лучше. Да? На тот момент, конечно, да. А почему было… Почитаю, что это лучше, чем стоять на вышке? Ну, до армии моя жизнь так складывалась, что неприемлемо было мне стоять на вышке. А вы участвовали в этих акциях, в смысле подавления акций? Нет, не пришлось. Не пришлось? Нет, нет, не пришлось. А вообще-то послали, да, оттуда из вашей части? Да, у нас как было, да, допустим, какое-то время, там, по-моему, батальонов, да, какое-то время в Карабах ездили, допустим, какие-то роты, да, какая-то часть, потом менялись. Вот, ну, так получилось, что я в оркестре служил, потому что зашарил, да, называется, в оркестр, хоть не знаю, вот я на гитаре играю сам, играл. Сейчас уже, как-то, грех есть, да, хотя я знаю, сейчас практически не играю, редко очень. Вот, и меня взяли в оркестр, там, дали мне трубу, в общем, у меня не получилось там, просто там время коротал, и все. После службы, наверное, я еще какое-то время немножко здесь погулял после армии. У вас гражданских специальностей не было, не учились? Я учился постольку, поскольку, потому что после восьмилетки я ушел в ПТУ, и даже не знаю, ПТУ это был у меня, специальность была печатник, оффсетные печати, которые газеты печатают. Ну, поверьте, я даже не знаю, к какой стороне к этому станку подходить. И вы решили заняться ремонтом квартиры? Да, так получилось. Не я решил, я вообще решил, на тот момент вообще не решил не работать, ничего. Просто мама как-то говорила, ты хоть зайди, хоть начни, поработай, посмотри. Я пришел в такой коллектив, очень хороший там, ребята все были старше меня намного, вот, и как-то меня заинтересовало, мы были как-то на одном этом, на одной волне, так скажем, на тот момент. Да, я с тех пор вот занимаюсь, ну, тогда занимались только паркетом, художественным паркетом. Ну, еще советская война была занята. Нет, 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 это уже не советская война была. Распад Советского. Да, как раз я попал, я служил всего лишь год с 90 по 91 года, потом Союз распался, мама, получилось так, что перелом обеих рук, и меня комиссовали. А, из-за мамы вас откомиссовали? Да, меня комиссовали, потому что я единственный, у меня братец все равно нет, единственный этот, опекун, да, называется. Опекун, и у меня комиссовали, потом вот так пошло, начал заниматься паркетом, да, вот у меня очень хороший, очень хороший был. Паркетик хороший, хороший, хороший паркетик, будем вас рекламировать. Ну, не знаю, если надо, вот, можно. Это самое, и где вас сделали, вам сделали обрезание? Сделали обрезание в клинике, немножко у меня, честно говоря, так, полезнее на это прошло, потому что я сделал обрезание в июле месяце, жара, пекло, август, все это такое. Надо было в холодное время? Надо, ничего, это уже, да, все нормально, да, до сих пор даже немножко дискомфорт есть, честно говоря, поэтому. А, врач был опытным? Врач был опытным, да, все, ну, жара, плюс возраст. Ну, вот, вы же знаете, там, брат в мастерику, помните, да, я вам посылал, который принял ислам, ему было 63 года, ему 63 года сделали обрезание в Паркетинске. Да, ну, все равно, наверное, жара, потом у меня еще так получалось, что я должен был кое-какие-то движения делать, не сидеть, ничего, да, иншаллах, все будет нормально. А, нет, с мамой вы вместе живете, да? Да, с мамой вместе живете. А мама как реагирует на ваш ислам? Вначале она ни плохо, ни хорошо, ни удивилась, вот, потом, ну, мама моя незрячая, она плохо видит очень, не видит, да, так сказать, ну, по дому там, по хозяйству все делает, но плохо видит, вот, я к чему это говорю, потому что, ну, мама тоже шахаду сказала. Да? Да, а совершать намаз и читать не получается, почему? Потому что она и не видит, и 84 года, это для нее очень тяжело, вот, ну, очень радуется, когда я делаю, совершаю дома намаз, ну, ты вслух, да, все время читай, она немножко не разбирается, но потом я ей объяснил, что здесь есть такие намазы, которые, да, там, утренний, чайный слух читается, эти нет, ну, да, нормально все. И в чем заключается ваше поклонение, вы совершаете только обязательные молитвы, намазы? Нет, зачем, и суна намазы договора. Да, ну, если давно, правда, такой грех есть, что, допустим, конечно, хотелось бы больше поклоняться, но не всегда это получается, там, работа, какие-то дела, там, все, ну, пять обязательных намазов, иншаллах, и Аллах дает. Ну, вовремя получается? Да, вовремя получается. Иногда раньше бывало такое, что на фаджер намаз просыпал, ну, пару раз было, потом будильник ставил, а сейчас даже будильник уже не стоит, как-то уже само так. А пост держать получается? Да, я все время уруч всегда держал, три раза уже держал. И обязательно, и не обязательно уруч? Не обязательно, нет, а обязательно, короче, урозабы, рам, да, пост я держал, конечно. А Коран вы не читаете еще? Я Коран прочитал в переводе Оруховой, у него такой более художественный перевод, да, прочитал, и многие говорят, некоторые говорят, что он немножко неправильный перевод, так что я не знаю, конечно, но это тоже подтолкнуло меня к принятию ислам, честно. Ну, вы знаете, это перевод, и Коран не считается Кораном, это все без технических средств, а Коран? Да, 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 и там много этих, как его, бывает, не недостатков в переводе, а потому что это перевести, человек должен вначале перевести, потом должен понять, как он это перевел, это уже он может где-то в чем-то ошибиться. Потом еще, когда записывать, вот, в этом смысле тоже может где-то что-то быть, ну, суть, суть, да, в принципе, мне стало ясно, да. Ну, вот, конечно, очень хорошо, это наш бывший мяаля Ушага, Эльмир Кулиев, конечно. Да, был вашим соседом? Да, был нашим соседом. Да, было такое, что даже, ну, давно, что мы даже общались с ним, может быть, лет... С учетом в Стамбуле, да? Да, по-моему, ясно. Чем он там занимается, не знаешь? Не знаю, не знаю. Ну, у него там есть свой сад и так далее, ну, тем ли он занимается? Да, он очень, насколько мне известно, очень хороший, порядочный. Значит, у вас были с ним беседы? Один раз или два раза было, да, давно уже, я знаю, наверное, может, минут лет. Тогда он работал в этом госкомитете или где? Я не знаю, где он работал, не спрашивал, честно говоря. Понятно. А у меня сейчас ходить получается у вас или по работе? Вот, ну, хотя бы стараюсь месяц хотя бы два раза ходить. Стараюсь, да, не бывает, что не получается, но вот этот месяц у меня не получилось спать. Из-за обрезания. Из-за этой причины, да. И как только сейчас смотрю, я даже сегодня тоже думал, может быть, не получится прийти, потом смотрю, нет. Да, слава лоху. Получилось нормально, все, пришел, приехал сам. А что вы можете посоветовать этническим мусульманам, скажем, которые себя считают мусульманами, но в них мало что от мусульман? Своим знакомым этническим мусульманам, конечно, наверное, ну, шахаду, наверное, они все знают, сказали. Ну, вы думаете, все знают. Я знаю многих людей, которые сейчас лет знают шахаду. Да, ну, хотя бы начать с намаза, хотя бы начитать. Потому что признавая то, что наш Создатель наш создал, все, и не уделять ему там какие-то час времени в день, я считаю, что это и не по-божески, и неправильно, если там даже, извиняюсь, может, я неправильно скажу, даже по понятиям тоже неправильно. Потому что у тебя есть Создатель, который ты создал, а ты ему не можешь уделить там какие-то пять минут. Но это касается верующих людей. Конечно, если верующий, то я думаю, что он должен, ну, хотя бы как-то, как может узнавать там и стараться поклоняться Богу. Так. Да.